Всем привет! Сегодня у меня на обзоре рекордер от Zoom F6. Я расскажу вам его плюсы, минусы, свои впечатления, чем же он хорош и стоит ли вообще его брать. Очень смешно, что когда я увидел в первый раз этот рекордер на картинке, то он мне совсем не понравился. Да и честно сказать, он мне сейчас не очень нравится. Но его функции, его возможности, они, конечно, побудили меня и заставили меня его купить. И сейчас я на нем работаю. Этот рекордер, нужно сказать, что он для тех, кто работает чаще всего один. То есть благодаря своей волшебной функции записи в 32 бита и двойным аналого-цифровым преобразователям, вы можете вообще не париться насчет уровня записи. То есть вы ставите рекордер, выставляете регуляторы на среднюю позицию, например, и включаете кнопку записи, и просто забываете о том, что у вас в рекордере. После этого вы приносите файл к себе в компьютер, загружаете их в программе iZotope или Adobe Audition, и просто спокойненько там, где они клепанули, понижаете по громкости. И все. У вас просто идеальный чистый файл, без каких-либо артефактов аналоговых лимитеров, которые там есть в других девайсах, которые пишут только 24 бита. Но у этого чудо-устройства есть и минусы. И сейчас я попробую вам о них рассказать. Их довольно много. В первую очередь, это, наверное, неудобный интерфейс, эргономика. Это устройство, оно имеет четыре кнопки управления. То есть, получая четыре кнопки, этими кнопками вы управляете рекордером. Заходите в меню, выставляете чувствительность, выбираете режим работы и так далее. Эти все кнопки, они, конечно, хороши, но почему не сделать, как у саунд-девайсов, например. Тачскрин, просто нажал, раз, два, три, все выставил. Почему? Нет. К сожалению, у нас здесь на кнопках. Также на этом рекордере нет комбо-разъема. То есть, разъемы только XLR. Что получается, что вы не можете воткнуть какой-нибудь джек с гитарой и писать сразу все. То есть, вам нужен дебокс. Один слот для SD-карты. Это для кого-то минус, для кого-то все равно. Но, конечно, это минус, потому что на серьезных продакшнах вам бы хорошо иметь резервную SD-карту, на которой, если что, будет записан тот самый дублик. Линейный выход. Здесь он небалансный. Здесь он довольно сильно шумящий. И если вы будете понижать уровень этого линейного выхода, если вы кабель, например, подключаете с выхода зума к камере, то при понижении уровня выхода этого линейного вы получите уровень шума, который будет довольно высоким. И с ним вы вряд ли что-то сможете потом сделать. Потому что это белый шум и все. Выход для наушников зума не терпит никакой критики. Он абсолютно такой же, как на F8, но 100 мВт выхода для наушников – это мало. Если вы используете наушники 100-омные, да и, в принципе, он немножко шумит. И когда вы долгое время работаете на рекордере, когда долгое время записаны площадки, конечно, хорошо бы иметь качественный звук у себя в ушах, чего вы вряд ли получите с этим рекордером. Однако в конкурентных саунд-девайсах предусылитель наушников очень даже хороший. И в этом он, конечно, проигрывает тем же самым саунд-девайсом. Теперь немножко поговорим о плюсах. Во-первых, это компактность. Он реально маленький. Этот рекордер, он даже поместится, наверное, к вам в карман. Реально не тяжелый. Ваша спина скажет вам спасибо. Конечно, когда к нему подключаете большое количество радиосистем и бум, нужно будет вам прикупить, скорее всего, сумку. Потому что без нее будет очень тяжело. Как я уже упоминал, запись 32-бита. На самом деле это реально магия. Вот когда я первый раз попробовал, я просто обалдел. Я не знал, что такое возможно. Хотя сам занимаюсь звуком очень долгое время. И когда попробовал это вот сам, потрогал, уже понял, что это реально работает, меня как будто осенило. Очень крутые опшены на питание. То есть у этого рекордера есть три возможности питаться. От Powerbank. Это очень вообще классно. USB-C у него и вход есть. Батарейки стандартные, наши любимые два. Ну, также можно аккумуляторы. И очень-очень крутая функция питания от аккумуляторов L-серии. Я, правда, не пробовал, но все, кто пользуется этими аккумуляторами, говорят, что они держат по 6 часов, по 8. В зависимости, конечно, от объема. Но в среднем, если взять на 5000 мА, может держать 6-8 часов смены. При использовании 48 вольт. Что очень тоже важно. Несмотря на то, что здесь всего один вход на SD-карту, вы можете писать на карту объемом до 512 гигабайт. Это очень много, и это очень круто. Сейчас я сделаю одно небольшое сравнение. Я возьму свой старый рекордер Zoom A6 и сравню его по звуку с новым рекордером F6. Мы посмотрим, насколько вообще есть разница в предусилителях, потому что, конечно, предусилители F-серии, они гораздо качественнее у них, ниже уровень шума. То есть, как заявлено, минус 127 DBU. Это довольно низкий уровень шума. У A6, помимо уровня шума, предусилители звучат немножко рисковато. Когда бы я посоветовал вам брать этот рекордер? Первое. Когда вы не хотите таскать на себе огромное количество килограмм просто веса, потому что он реально небольшой. И если взять для него сумку, которую я сейчас покажу вам. Она очень классная сумка от компании K-Tag. То вообще можно даже безболезненно часов 10 с ним проходить на пояс, она крепится на пояс и спокойненько ходите, никаких проблем. Спина не загружается. В отличие от рекордеров, например, F8 или Sound Devices, которые просто, в принципе, по размеру больше, их на поясе держать не так удобно. То есть понадобится разгрузка, понадобятся какие-то дополнительные материалы, которые будут удерживать этот рекордер на вас, чтобы ваша спина не сдохла к окончанию смены. Я бы рекомендовал этот рекордер к покупке, если вы используете не больше четырех радиосистем и бума. Потому что, конечно, когда вы навешиваете все вот эти передатчики на сумку, начинает все это очень казаться громоздким. И плюс у сумки нету карманов. То есть вы не можете положить передатчики в какие-то карманы сумки. Из-за этого не очень удобно с собой это все таскать. Я обычно пишу небольшое количество человек. То есть это либо интервью, либо какие-то диалоговые сцены, где два-три человека. И, в принципе, для моих целей, для моих задач, этот рекордер очень хорошо подходит и годится. В такой коробке нам поставляется зум. Сейчас сделаем небольшой анбоксинг. Минимализм, все дела. Открываем коробочку. И вот внутри у нас лежит заветный девайс. На лицевой стороне рекордера у нас располагается экран и регуляторы, так называемые фейдеры. Это регуляторы уровня записи каждого из каналов. На правой части мы видим три входа Neutrik с локами. То есть они лощатся. Здесь у нас есть выход на наушники. И очень удобный, кстати, регулятор боковой уровня громкости. Когда у вас рекордер так в сумке находится, вы просто пальцем регулируете громкость, и никаких проблем нет. Выход тайм-код и вход тайм-код. Вот очень удобно, что в этом рекордере он есть. Здесь у нас идет вход для батарей L-серии и вход для SD-карты. С левой стороны точно так же три входа и линейный выход. Очень важно, если вы хотите посылать звук на камеру, в ваш микс. Этот компартмент он для Bluetooth-передатчика. Но у меня его нету, он мне в принципе не нужен, поэтому он у меня закрыт. Вот такой вот резиновой штучкой. И вход питания. Здесь располагается отдел с батарейками. Включаем рекордер. И сразу же у нас главное меню. На нем у нас показывается тайм-код. Снизу вы видите. Сверху это оставшееся количество минут, которые мы можем записать. Дальше здесь показывается уровень питания. Заходим в меню. В меню у нас идут тут шесть подпапок. Первое это Finder. Можно зайти и посмотреть в вашу SD-карту, что на ней находится, какие дубли, какие фолдеры. Input. Вот здесь самое интересное. Вы можете настроить на каждый из каналов чувствительность, если вы пишете в 20-24 бита. Также панораму, также фантом, если вы хотите включить на каком-то из каналов фантомное питание. И последним пунктом мы видим такую очень важную функцию. Называется она Track Knob. Она меняет режим работы боковых регуляторов. Можем их выставить в режим работы как фейдеров каждого из каналов или как фейдеров, которые влияют на количество сигнала, которое идет из каждого из каналов в общий микс LR. У меня она выставлена на Rack Level, чтобы можно было изменять именно уровень сигнала при записи в 32 бита, а не просто количество сигнала, отправленное в общий канал LR. Rack. В этом меню вы как раз выбираете режим работы вашего рекордера. Если вы хотите, например, чтобы он работал в 32 битах, или вы хотите сделать запись 24 плюс 32, такое тоже, кстати, возможно. Это очень интересная функция. Метадаты. Здесь вы можете написать номер вашей сцены. Также каждый трек можете переименовать. Вот спокойно здесь переименовать, например, там бум или петля. И пререкорд. Вот функция, которой я, кстати, пользуюсь. Она очень классная. Здесь вот 6 секунд записи до того, как вы нажали кнопку запись. Конечно, чтобы работать с этим рекордером, необходимо иметь какую-то сумку. Потому что сам по себе рекордер, ну, вы вряд ли сможете держать в руке во время съемок или там класть себе в карман. Поэтому я приобрел вот такую сумку от K-TEC. Эта сумка специально разработана для рекордера Zoom F6. Он в нее идеально помещается. И единственное, что здесь нету никаких кармашков. То есть здесь вы никуда ничего не положите. Но есть вот такие вот стропы, за которые можете легко закрепить радиосистему. Что я сейчас вам продемонстрирую. Берете радиосистему, с десятого раза закрепляете. И вот так ходите. И все вам, ничего никому не мешает. Выпихиваем рекордер. Закрываете крышку. И вот в таком положении он у вас находится. Очень удобно. При помощи ремня можно крепить на ПУЭС. И вот здесь на молнии есть боковые разделы. Они открываются, чтобы, естественно, подключать кабели. Выводить провод для наушников. Линейный выход. С этой стороны точно так же. Сумку, кстати, очень удобно еще ставить. То есть если вы работаете сидя, вы можете взять и сумочку вот так поставить. Так же и здесь защита от дождя. Закрываете. И вашему рекордеру ничего не страшно. Такая сумка, конечно, не дешевая. Я ее взял за 10 тысяч. Ну, бэушную. Я достал свой старый добрый рекордер Zoom H6, на котором я очень долгое время проработал. И подключил к каждому из рекордеров радиосистему. Настроив их на одну частоту. И с нее я пишу звук к этому видео. Сейчас вы слышите мой голос, записанный в Zoom H6. Я подключил радиосистему Sennheiser EV100 G3 к первому каналу рекордера Zoom H6. Сейчас вы слышите Zoom F6. Вот я сейчас говорю. Говорю раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я говорю через рекордер Zoom H6. Наверное, вы смогли услышать разницу. Я точно могу вам сказать, что разница есть. Она не такая критичная, как могло показаться на первый взгляд. Но эта разница, особенно когда вы потом будете убирать всякие артефакты, будете компрессировать ваш звук, будете эквализировать, она станет более явной. Лимитирование. Все происходит вот это вот уменьшение динамического диапазона. И все косяки при записи звука, они вылезают. Сейчас я попытаюсь перегрузить рекордеры. И послушаем, как звучит каждый из них на потенциально перегруженном. Итак, перегружаем рекордер. Увеличиваем, увеличиваем звук. И уровень звука. И мы видим, что рекордер H6, он в клипинге. Да, вот сейчас я поставил на 10, просто моргает канал. Все, рекордер клипирует. Там ужас какой-то. Увеличиваем чувствительность на F6. Увеличила теперь у меня чувствительность плюс 60 дБ. Как вы можете видеть, здесь вот сигнал, он просто на максимуме. Здесь полоска, она даже, ну, если я буду говорить без перерывов, она просто не будет опускаться. Это уже знак того, что что-то не так. Но мы попробуем в программе просто опустить звук, опустить уровень сигнала и послушаем, что из этого получится. Сейчас вы можете слышать, что получилось после того, как я сделал нормализацию звука и опустил просто по уровню звук с рекордера F6. Вот вам и вся разница. В запись 32 бита, не имеющие каких-то ограничений по динамическому диапазону. И запись 24 бита, которая, конечно же, имеет такую проблему, как перегруз. И сейчас, кстати, еще один трюк проделал. Я уменьшу чувствительность и сделаю практически ее на ноль. То есть вы, ну, не увидите же вообще, что у меня сигнал хоть как-то записывается. И потом мы попробуем увеличить эту громкость на посте и послушаем, что из этого выйдет. То есть какие там, может быть, шумы вылезут или еще что-то. Я уменьшаю громкость на F6 и уменьшаю громкость на A6. На A6 я ее в ноль не буду опускать. Вот практически, ну, вот где-то на единицу сделаю, да? На двойку, чтобы видно было хоть что-то, что идет. Вот так, наверное, да? Вот. Здесь на минимуме, здесь на минимуме. Что же в итоге у нас получается? А получается, что если мы поднимем звук с рекордера F6, то мы услышим, что звук абсолютно нормальный. У нас никаких проблем нету и все, все то, что я сейчас говорю, оно очень четко и хорошо слышно. Если мы увеличим звук на рекордере A6 по громкости, то вряд ли мы услышим что-то хорошее. То есть я думаю, что там будет очень много посторонних шумов, очень много собственного шума предусилителя. Вот. В целом будет не очень приятная картинка. КОНЕЦ КОНЕЦ Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что Zoom сделали реально крутой продукт. И я могу спокойно советовать всем профессионалам даже, людям, которые хотят качественной звукной площадки, которые готовы к тому, что этот рекордер невозможно будет перегрузить. Как можно быть к этому не готовым? Это же просто манна небесная. Ну как? Вот. И... Просто... Все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте про колокольчик и рассказывайте о том, на какие рекорды пишите вы, какие микрофоны предпочитаете. Ну и все вот это вот в комментариях. Буду рад с вами пообщаться. Увидимся у меня на канале. Субтитры сделал DimaTorzok